Вы замечаете, что солнце дает тепло? Ну, только тогда, когда на этом каким-то образом вы сконцентрировались. Так, ну вот оно есть и есть, ну и слава богу, и должно такое быть. Но когда вы начинаете об этом думать предметно, вы же понимаете и благодарите наше светило за это. Ну вот, понятно, что это совершенно другие масштабы, несопоставимые, но смысл должен быть примерно таким же. Знаете, работа – это для меня все, наверное. Правда, не кривя душой, но я говорю, что это для меня все. Я вот даже не представляю, как я буду дома, например, находиться, потом и не работать. Я вот даже дома думаю о работе. У нас все связано с работой. И начинала, и сейчас. Надо утром встать, идти куда-то. Ну, это нужна людям, самое главное – нужна людям. И ты частицу своего тепла отдаешь все равно им. Это та работа, которая просто нравится, на которую иногда, несмотря на сутки, дня, ночи, ты стараешься сделать просто лучше, чтобы это все крутилось, вертело, чтобы работало как часы, чтобы не давало сбоев. Ну, не знаю, это какое-то особое состояние души, может быть. Ну, это я, кстати, только сегодня поймал себя на мысли, что прошедшие годы, даже вот те годы, которые я руковожу предприятием, вот сейчас какие-то проблемы, 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 вроде бы как вот они сейчас навалились, то надо, то надо, то надо. Вроде как-то раньше не было. А потом начинаю более, наверное, осмысленно об этом думать и понимаю, что это обычное состояние. Меняется только название этих проблем. Ну, может быть, какие-то больше, какие-то меньше. Но вот они были всегда, они есть и они, наверное, всегда будут, потому что в решении этих проблем как раз, собственно говоря, и состоит работа каждого, у каждого они там свои. Ну, перспектива, она ясна и понятна. Это дальнейшее продолжение автоматизации производственных процессов. По мировым правилам производственный процесс любого вида деятельности наиболее стабилен, наиболее управляем, когда, к сожалению, уходит человеческий фактор. В то же время автоматизированная качельная без людей работать не сможет. Это просто куча железа и электроники, которая никогда не начнет работать, если нас не будет. Ну, все мы работаем на нашем предприятии для того, чтобы в городе, как бы, все были твердо уверены, что в нашем городе всегда будет тепло, горячая вода, никогда не будет аварийных ситуаций, каких-то аварий, что тепло Коломны, это значит, что люди будут всегда в тепле, всегда с холодной, горячей водой. Мы с потребителем связаны неразрывной связью. Поэтому в конечном итоге, если баланс интересов перекашивается в чью-то пользу, то страдает все равно и тот, и другой. Так вот, то, что мы делаем, это польза и для предприятий, и для потребителей. Поэтому, на мой взгляд, это вещи, которые, с одной стороны, необходимы, потому что, если этого не делают, то предприятие через какой-то момент станет просто несовременным, нерентабельным, непривлекательным, ну и так далее, и так далее. А с другой стороны, так сказать, от нас отвернутся наши потребители. К 2010 году в название нашего предприятия добавилась объединенная инженерная система. Теперь мы стали заниматься не только теплом, но и водоснабжением, водоотведением, очистными сооружениями. И такие слова, как аэротэнк, нитроденитроденификация, для нас звучат уже так же, как экономайзер и сепаратор неправильной продувки. Мы делаем все, чтобы планку качества поставляемых услуг не снижалась. Сегодня уже в большом объеме на станции приходит диспетчеризация. В недалеком будущем диспетчер сможет управлять объектами, сидя в диспетчерской. Такие примеры уже на отдельных объектах есть. И я думаю, что скоро все объекты у нас пойдут развиваться именно по этому пути. Фильм о людях, которые были, которые есть, и для тех, которые будут. Так что нет, это просто, как бы оно там ни было, обстоятельства места, времени и действия. Персонажами-то являются наши работники, бывшие, нынешние, будущие, жители нашего города. Работа теплоколомна является одной из самых важных в жизнеобеспечении города. И мы понимаем, какая ответственность на нас лежит, как на молодом поколении. С честью принимаем стафетную палочку, так сказать, палочка модернизации. И вместе со свежими силами будем стараться развиваться дальше. И давать людям тепло. Помимо того, что у нас много прекрасных работников, еще и много людей талантливых, одаренных, которые, так сказать, занимаются творчеством, в том числе и творчеством поэтическим. И пишут очень хорошие строки о себе, о своих коллегах, предприятии. Ну и вот как такой образ поэтический, значит, я хотел бы, наверное, закончить наш разговор. Наша работница Тамара Николаевна Апестина написала хорошее стихотворение «Тепло в каждый дом». Я прочту два абзаца из него. Котлы исправные гудят, в котельной чистота, порядок. За пультом женщины сидят, следя за их работой взглядом. Они строги, в глазах забота, они горды своим трудом. У них отчетная работа. Тепло приносит в каждый дом. Тепло приносит в каждый дом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...